Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и Сидмэр Солизейшн 6 в частности, вы слышите Алексея Халецкого, кстати вы меня еще и видите, представляете? А это значит, что вы на канале Леша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество за Грузию проходить эту самую шестую целую челлендж, особенности этого челленджа и прочее, прочее, прочее. В первой серии ссылка в описании и в прикрепленном комментарии, как и ссылка на рейтинг про Грузию видео, так что посмотрите, зайдите, а на этом я свою рожу выключу и продолжу прохождение. Забыл добавить, что спонсоры канала все видео видят сразу в складке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну что ж, наступает самое интересное время, время авиации и захвата соседей, ну я наверное сюда поставлю, помню, если я не хотел никакой другой район встать, пригород тут даже лучше, где да, вы видите плюс 2, так что аэродром ставим сюда. Три хода он строится и три хода как раз до улучшенной авиации. Алюминий мне капает от Махенджи Даро, вообще зашибись. Так, значит, делаю тут горный тоннель сначала, а потом в Гонконге мы все равно не успеваем. Господи, как мне надоел этот инженер, мы все равно не успеваем до затопления сделать, я надеюсь, что этот еще поможет мне инженер успеть. В любом случае, я на это надеюсь. Так, ну надеюсь он убежит. Блин, все проблемы тут со шпионами, что я не могу их, не могу их выкупать обратно, потому что ни с кем не буду мир заключать. Так, надо, наверное, вот мы доделали это чудо, подожди, у нас еще чудеса вообще доступны. Ката Куина, Ефелева башня, Великие Зимбабве. Храм, храм Махабодхи. Блин, конечно, прикол, что храм Махабодхи никто не понимает, вообще он, наверное, мог его построить вместо того, чтобы апостолами укреплять. Ну ладно, уже поздно, что сейчас, что сейчас-то его строить? Чудо света. Кстати, а вот Ефелеву башню, возможно, было бы круто в Гонконге сделать. Потому что она дает... Все ваши города в пределах шести клеток получают плюс сто процентов... А, это не... Это вот прямо они сейчас получают. Блин, ну не знаю. Не вижу пока тут никаких чудес прям необходимых, так что пока просто пускай тут где-нибудь постоит. На аэропорту. Так, а рабочими, я думаю, надо вот эти все обрабатывать. Тундровые клетки, раз мы храм Василия Блаженного построили. Ну тут вот два заряда, вот эти две клетки тоже можно обработать. А этот... Хотя еще вот тут у нас куча... Всего нет, давайте все-таки тундру. Так, тут надо как-то вот тут, наверное, стоять пока. Еще рабочий. Аквакультуру я еще не дал. А будет она через два хода. Ну, надо тут рабочего уже держать. Все еще не починили. Нет, я хочу... Блин, если сюда подведу, она из этих меня убьет. Ладно, придется пока просто этих... Кавалерию пообстреливать. Ну, аквапарк нету смысла. Может, театралку вот рядом с аквапарком. Кстати, а давайте. Я думаю, хорошая идея. Тут, видите, чудо. И аквапарк они плюс четыре дают. Немножко уберем производство, но... У меня с производством нет проблем. А вот с культурой есть. И этот... Аэродром я здесь нигде не могу поставить. Пригород в поте вообще не нужен. Канализация не нужна. Может, пока еще капер сделать. То есть, это будущее... Будущее... Или шпион... Ладно, шпиона. Будущее подводные лодки. Честно говоря, первый раз увижу, чтобы компьютер мне что-то уничтожал самолетами. Наконец-то. Так, этого мы ученую пропускаем. Она дает тысячу культуры и науки при использовании в чужом... Тут, конечно, не написано об этом, но я вам просто вам говорю. В чужом кампусе. То есть, у союзника причем. То есть, вы не можете там, где вы война, его использовать. Поэтому мне вообще ее бессмысленно брать. Так, тут провели. Ну, наверное, помогаем просто... Господи, как ты надоел со своим... Архитектором. Шесть ходов. Ну, мы точно не успеем. А, хотя, может, и успеем. Нет, подождите, он на три хода ускоряет. Нет, может быть, и успеем... Построить. Так, ждем аквакультуру. Это мы плывем. Кто забыл... Ой, надеюсь... А, они не могут. Слушайте, он тут ставит город. Они не могут этими юнитами мне помешать. Мы плывем в Магодиша полностью перекупить его. Махенджи, Даро, два танка. Ну, корпус один танк. Не, не возьмут. Не должны. Следовательские... Ну, продолжу пока. Кашури, верфь. А почему здесь не продолжил научные здания, интересно, строить? Что я решил, что мне верфь важнее? Не знаю. Не помню. Так, и тут стоим. Ждем аквакультуру. Вообще, мне надо бы капперов будет поднастроить. Еще раз. Так, содержание юнитов снижается. Наверное, ничего не меняем пока. Ну, идем в коммунизм. СМИ, идеология. Так, амфитеатр. Принимаем аквакультуру. И, наконец-то, я дождался. Ну, слушай, ну тут очень крутые клетки. Давно мне их надо было обработать. Но было чем заняться другим. Конечно. Так, Рустави-то растет. Растет. Зашибись. Может, пока убрать с науки? Нет, одинаково. Так, сколько ходов до конца эпохи? Ух, я тут в золотой век как рано выхожу. Ну и что мне есть делать, чтобы он не приходил сюда больше? Куда он вообще стремится? Где он тут пытается артефакт выкопать? Я не пойму. Как эта фигня называется? Артефакт. Нет, ну это артефакт покажет, где они находятся. Вот в этих. А они показывают места. Что, он сюда стремится, что ли? У меня тут три места, кстати, для поиска артефактов. Я, наверное, здесь археологически тоже сделаю. У меня один только археологический музей. Я, наверное, буду в столицу продолжать. Но тут, ну, буквально на 10 монет вход больше, да, Мохенджи Дарон? Зато еда и производство. Хотя, с другой стороны, зачем-то мне уже еда и производство. Нет, продолжу, ладно. Так. О, починил, наконец-то. Спасибо. 351 монета. Может, мы не будем чинить? Там вот я вижу, броненосец стоит противника. Да не, он не увидит. Давай, ломай все. Шесть ходов. Буду ли я здесь аэродром? Ладно, все равно в любом случае пока продолжим на исследовательские гранты. О! Вот нафига этот ученый без научной победы? Почему он вообще есть в пуле? Мне кажется, что должна была Фераксис отрубать эту, вот, великих людей, например. Александрия и Прафтазии. Несчастье. Это не из-за войны ли? Да, усталость от войн. Офигительно, конечно, город стоит, Александрополис. Я бы его, кстати, уничтожал, просто я бы его захватил и уничтожил. Он тупо мешается. А вот у Александрии можно оставить. Почему у него у Александрии самая крутая пела? Столица вообще никакая. У Александра. Аншан пытаются взять этими бомбардами. Вот я понимаю, вот арта идет. Но это уже поздно для Рима, потому что у меня сейчас будут бомбардировщики. Бомбардировщики. Так, ну что, успеем, нет? Значит, затопление. Два хода. А тут сейчас один ход должно быть вроде как. Блин, все равно два. А, так я следующим ходом дострою. Все, зашибись. Все, зашибись. Так, тут мы все сделали. У нас, в общем-то, где еще может... Вот эту клетку надо будет выкупить, чтобы... В общем, Гонконгом надо выкупить. Ну, не важно, одинаково будет стоить. Ну, выкупить следующим ходом. Иначе больше будет стоимость постройки. Да, все, больше ничего не затапливается. Отлично. А все, где затапливалось, мы защитили. Киллу кисевания особенно было бы жалко. Так, что дальше? Ну, очевидно, уран надо увидеть где. Аэродром сколько стоит? Ангар 1520. Так, насчет великих людей. Ну, 25% туризма нафиг надо. Здание этого района 2 производства. Ну, кстати, Теслу, может быть, и стоило бы выкупить вообще-то. Давайте я его куплю. В столице заюзаем. Кто там следующий? Ну, ракета строения, косметики. Ну, то есть... В данной партии вообще нафиг нужны. Так, вот отсюда атакуем. Чтобы меня нельзя было обстрелять. Каких-то дуболомов Рим ведет. Так, здесь покупаем клеточки. 275 стоит все эти клеточки. Ну, что поделать. Тут слишком крутые выхлопы будут даваться, чтобы их не покупать. И ждем следующего ремонта. Спасибо. Нет, в принципе, довольно шустро флотоводец плывет. Я думаю, что это ходов 5 примерно до Магаде. 5-6 ходов мы прибудем. Ну, тут тоже нету никакого другого выбора. Даже районы никакие нету смысла строить, как мне кажется. Подождите, театралку... Да не, плюс 1. Есть морская плотина. Фабрики тут тоже не нужны. Пригород тоже нет. Ну... А, слушайте, кампус тут будет еще нужен. Ну, это три хода. Три хода можно, не знаю, давать инвестиции в центр коммерции. Чисто ради денег. Не знаю, я могу предположить, единственное, что... Как устроен интеллект компьютера, что он не лезет ко мне, потому что у него военная мощь считается ниже, чем у меня. Это единственный для меня вариант, почему Рим, имея армии и танков, так и не использовал их против меня. Так, хочу просто посмотреть, как оно тут добавится. Три, десять, восемь. А, я же даже два раза его могу использовать. Три, десять, восемь. Ладно, сейчас подождем. Где его захватили? У чаки. Эх. Так, давайте, наверное, технологии тырить. Вербовка партизан. Время выполнения заза. Все ратируется в беспорядки. Ну, я бы техи тырил. Ну, ладно, тогда я бы к чаки не посылал. Давайте к кому-нибудь другому. О, у Ацтека есть. Центр коммерции. Тотально морской город, он в нем центр коммерции построил. Очень интересно. Блин. А, так я могу сейчас клетку просто купить. Фу. Испугался. Все, видите, не затопит. Вы так и делаете. Вы сначала строите плотину, а потом выкупаете клетку, потому что иначе это добавит к стоимости создания плотины. Так, давайте эту. Так, ну тут, собственно, только вот эти две клетки осталось, да, обработать. Так, Аншан это мой, да? Это можно не грабить. Так, ну тут встану. Я, наверное, тут лесопилку просто сделаю. Шпион, пригород. Продолжаем исследовательские гранты. Тут аэродром не построишь. Тут центр вещания, пожалуй. Тут и я могу танк построить навсегда. Кстати, у меня большой минус по углю. Слушайте, мне надо, наверное, карточку на уголь поставить, а то у меня сейчас электричество закончится. Где тут, по-моему, еще уголь у кого-то был? Недалеко. Так, тут камень. Так, я поищу. Ну что, поставил тут Римгород? Затопил, он приплыл, затопил. Он высадился и там затопило, блин, ребята. Это прикол. У поселенца просто... Суша ушла из-под ног. 3, 12, 10. Нет, подожди. Вот омук фабрики угольной экосистенции добавилось, а к мастерской нет. Странно. Но я еще раз сюда же добавлю. Ну и куда этот аккадский чумоход уплыл? Что-то долго, кстати, строим... А, подожди, 3 армии или армады. А что это мы не строим 3 армии или армады? Нам еще одну буквально надо, потому что вот тут у нас тоже есть... А, блин. Ну давайте, может быть, это... А, так это я только в броненосце смогу апнуть. Черт. Так, ну мне надо, видимо... Пушечку полевую. Где бы ее побыстрее сделать? Ну, тбилиси, горе. Горе. Давайте в горе пушку. Четыре ходят. Тут отложим, потом общевойсковую бригаду. Два хода пооткрываем и отложим. И пойдем в улучшенную баллистику. Блин, мазутную электростанцию, кстати, тоже надо... Давайте, наверное, в Кутаиси мазутную. Тут она будет на большее количество действовать. К тому фабрику. Потом мазутную электростанцию. Так, перекупили аншан, я думаю. Да. Ну, ничего, это мы быстро решаем. За счет способности Грузии. Два туда отправлю. Оба, и оно за четырех. Пропускаем. Так. Ну, наверное, кубы куплю клетку, обработаю последний заряд. А эти клетки все очень дофига дают. Очень круто. Для Рустави. А, видимо, все-таки я слишком много галер настроил зачем-то. Так, сейчас Сэмэль появится. Не, еще два хода, сорян. Еще два хода самолет. Я чисто археологические строю, чтобы вот тут артефакты это и собрать, чтобы вот этот чувак больше ко мне не приходил. Не фела. Не фела, марзуфела. Была такая группа, чё, фела-марзуфела. Тут военного инженера я, кстати, не знаю, зачем построил. Но я думал, что мне не хватит. О, давайте тут аэродром лучше. Что у нас еще тут не построено? Развлекательный комплекс, аэродром. Промышленная зона. Вообще есть плюс три. Есть даже плюс четыре. Давайте мы промышленную зону сначала на плюс четыре. Так, у меня уголь закончился. Сейчас где-то начнет не хватать электричества. За счет этого у меня немножко наука припадет. Но все равно я обгоняю. Так. В любом случае мы этого инженера оставляем на строительство ракетных шахт на будущее. Тут общевойсковую бригаду откладываем. Практически доплыли уже до Магадиша. Ну, бонус его, что торговые юниты, неуязвимость на водных клетках мне не особо. У меня практически все внутри бегает. А вот просто деньги, что дополнительные будут за гавани и коммерческие эти давать, это круто. В общем, я дипломатическую площадь бы тоже построить, честно говоря. Не для вот этих, не для послов и мирового влияния, потому что оно не особо мне тут поможет какой-то дипломатический вес получить. А вот для этого, смотрите. Культуры в каждом центре вещания и канцелярии. Наука в каждой лаворатории и канцелярии. И мне бы ее построить... Где-нибудь с большим количеством районов. Но вот я не вижу такого места, чтобы и не убирать... Чтобы какие-то... Хотя вот тут... А, нет. Вот тут, кстати, в Кутаисе, вот здесь можно канцелярию. Хотя бы вот эти два района будут иметь соседство. Давайте-ка я отмечу. Как раз ему один ход... Не один ход, два хода до... Ну мы мазутную построим, да. Это хорошая идея. Берем там овечек. Да, я, наверное, даже сюда кампус поставлю. Еду... Тут уже не особо требуется в этом городе. Еда. Так, горе, что-то голодает. Да нет, достаточно. Обмануть меня хотели. Так, а почему пушка по железной дороге так слабенько бегает? Я не пойму. Знаете, может их местами поменяем? Мне просто надо подвести... А, блин, я забыл, что у нас тут... Ёлки-палки. Забывай, что я здесь уже сделал тоннель. Все, теперь намного быстрее можно подводить. Магадиша объявил войну Тамаре. Слушайте, а вот это не очень, кстати, хорошо. В том плане, я забыл, что может... Сам же Магадиш может мне... Убить... Флотоводца. Сто очков великих людей. Вообще всех? Кайф. Ускорение двух социальных институтов. Ускорение социального института. Где это все должен был получить. Так, ну... Отказываемся. Присоединяет этот город-государство к вашей империи. О-о-о-о. Так, ну давайте подумаем. Но, мне кажется, Махенджи, Даро и Аншан не стоит присоединять. Все-таки это научный и культурный. И... Ну, собственно, я неплохо имею. И караваны. И с районов. Акад. Немножко бессмысленно. Ну, а до остальных я просто не доберусь. И мне там не надо. Только у него ходов пять. Четыре. Вот если тут никого не будет, то мы сможем Магадиша присо... Ну... Засоюзить надолго. Не, наверное, я все-таки откажусь от этого. От Стэмфорда Раффлза. А, не могу отказаться. Фак. Тогда может все-таки Махенджи, Даро присоединить. Ну, что? У меня бегает туда один караван, по-моему. Два. Два каравана. Я смогу в Аншан посылать. Он, как бы, вот немножко разделяет мою империю. К сожалению. Я подумаю. Да, а что думать? Тут, собственно, либо я не использую... Ну, Аншан точно нету смысла присоединить, по моему мнению. Мне именно наука больше нужна, чем культура. Ой, блин, куда этот танчик плывет? Я бы вот это... Я бы Рокфеллера, наверное, купил. За каждый стратегический ресурс в городе назначения. То есть это даже от моих... От моих караванов тоже будет работать. Внутренних. Ити нехватка энергии. Из-за нехватки угля первый бомбардировщик есть. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Пофигу, в какой город. Археологический... Археолога теперь. Блин, я ж тут театралку хотел. А поставил кампус. Точно, я забыл. Специальное место отметил. Фак. Надо немножко подождем. Я заберу махенджерную чуть-чуть-чуть попозже. Чуть-чуть. Так, а почему тут танки монгола? Монгол с ацтеком воюет, я надеюсь? Нифига. Ставил пангею ацтек чисто на континенте своем отдельном. Офигительная генерация карты, конечно. А, я тут что-то украл. Вот эта технология скрытности я, по-моему, ускорение украл. Пока никуда не отправляем. Ну, сельские гранты. Или все-таки уже капер построить. А, все, я подлодки открыл, уже не строятся каперы. Нет, строится, строится что-то. Так, идти здесь давайте построим. Я просто много каперов потерял, так как хоть 4 штуки будет по цене 2. Я надеюсь, что столицу Александра я самолетами захвачу. А вот дальше... Мазутные, давайте, скидку. Как раз мне нужно одну штуку построить. И 100% научные, наверное. Это единственные, которые вот Аншан. Я же, Махенджи Дорос, собираюсь присоединять к себе. Да, научные 100%. Запретить мазутную, факт. Ну, значит, мазутную мы уже не построим. Так, вот, три армии я должен сейчас создать, по идее. Итак, важный момент. Где у нас уран? Не у меня. Не у меня. Не у меня. Не у меня. Жопа. Нам надо просто кровь из носа Александра, вот. Да и, собственно, Горга. Вот эти два источника урана, к которых мы можем добраться. Без урана мы тут не можем победить вообще. Наверное, Магнуса. А где у нас вообще Магнус? В каком городе? В горе. А откуда у нас? Ну, в Тбилиси понятно, а еще в втором месте кто? Горе. Ну, собственно, или Руставе. Ну, тут, значит, и оставим Магнуса. На соседство он нормально производство будет давать. Ну, вот, римский бомбардировщик. Он что-нибудь будет делать, как вы думаете? Так, вообще-то, я бы убрал каравеллу на самом деле. Так, он не должен... Хотя, при раз... Нет, должен видеть. Ладно, давайте в город поставим. Блин, а это все затапливает, да? А, нет, только вот эти две клетки. Это разграбил, видимо, Рим. Вот это не должно затапливаться. Так, мало еще в Махинжи Даро всего построено. Дорог нет вообще. Черт. Так. Значит, во-первых, тут ставим... Вот это, к сожалению, у вас салы ушли, поэтому минус, к счастью, появился. Ну, тут пока все оставляем. Пока все оставляем. Ну, тут минус удовольствия, потому что вассалов больше нет. Карточки. Теперь мы намного меньше счастья получаем. Рим решил тут все танки утопить. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре и... Сейчас он удалит всех. Вот этих. И у меня станет 14 здесь. Кайф. Только я не понимаю, почему не показывают территорию вообще нифига. Но... Плюс к деньгам вход у меня должен добавиться очень неплохой. Так, ну, может мне ракетостроение открыть пока, раз я... С расщеплением ядра, наверное, нет смысла спешить. Наверное, все-таки теперь... Ну, потому что я еще не скоро уран заполучу. А вот... Космопорт имеет смысл построить, чтобы карту открыть. Так, слушайте, а мне тут же нужны какие-то юниты, чтобы город захватывать как-то? Причем мне нужны быстрые юниты. Где-то у меня рыцарь. И его бы в танчи капнуть. Для этого надо такие... Рокфеллера заюзать. То есть купить сначала. Но, прежде чем его заюзать, и чтобы у нас появилась нефть, надо каперы достроить. Вот такая комбинация. Иначе каперы начнут подводными лодками считаться. Опять он приплыл. А, у меня мир с Акадом. Слушайте, а у нас на карте-то осталось раз, два, три, четыре города-государства. Если, конечно... Ну, я думаю, все остальное захвачено. То есть у нас просто четыре города-государства есть на карте, из которых я сузерен трех. Ну, вот этих мне будет просто удерживать сузеренство, да? Ну, Махеджин, наверное, все-таки присоединю. А вот Магадиша... Вряд ли. Так, ну, может тогда и не удалять овцу, просто сразу тут бахнуть. Дипломатический квартал. Что ждать, пока там овца придет. Ой, и овца. Рабочий придет овцу убирать. Долго. У меня прикалывает, что Александр и Монголия какими-то устаревшими юнитами пытаются меня атаковать. Метоне, интересно, где это. А Рим? Более крутыми юнитами. Даже не думает. Самолетик стоит, ничего не делает. Ну, не должен вроде мне убивать. Ладно, давайте... Так, есть два капера. Или их тут держать. Мне уже страшно плыть каперами играть, потому что это ваншотается самолетами. Уже дождусь современных подводных лодок. Один ход до района, кстати. Но тут, опять же, тут негде ставить... Негде ставить ни космопорт, ни аэродром. Да, я подумаю, короче, что я тут буду. Давайте я на один ход отложу тогда производство. Следующим ходом решим, какой район ставить. Ну да, не убивает. О, лазеры добыл. Отлично. Лазеры это... Истребители крутые, но и к термоядерке ведет. Что нам с этими кавалеристами делать? И, кстати, у Александра нету современной защиты. Иначе бы так быстро не уходило. То есть он не открыл стали варенья. Это вообще вопрос, куда он идет. То есть Александр вообще вот в информационной эре. То есть вы хотите сказать, что Александр Македонский, и у него где-то там прописано, что он идет по верхней ветке технологий? Ну хорошо, он еще может... Химия, ракета, страна. Еще в спутник, например, вот так еще идти. Потому что все остальные техи без открытия стали варенья, невозможны. Вот сюда ведет стали варенья, сюда ведет стали варенья, и сюда ведет стали варенья. Открытие стали варенья дает городские укрепления, которых у Александра нет. Это значит, что он либо вот здесь... Ну, я вообще не понимаю, почему у Александра Македонского вообще может... Ну да, судя по дамбе, потому что он ставит плотину, он 100% открыл компьютеры, поэтому я думаю, что он в дальней связи. Ну, нафига Александру Македонскому, который еще и не особо тут сильно на море находится, так открывать техи я не понимаю. Так, ну что, театралочка на плюс один, военный лагерь, гавань. Точно нет. Развлекательный комплекс. Слушайте, ну, может, тогда просто театралку сюда поставить. Я понимаю, что без соседства, но другие здания там дадут мне культуру. Просто больше нечего ставить. Пригород не нужен. Так, тут в танке нам нефть нужна. Для нефти нам надо будет Рокфеллера следующим ходом купить. Как раз следующим ходом закончим каперскую. Отлично. В общем, держу здесь каперы для аппа в подлодке. Опять он мне тут денег сейчас отсыпит. И ускорение композита. А композита это что? Это вот здесь. Это не значит, что они открыты. Это только означает, что у них ускорение есть этой технологии. Совершенно не значит, что это открыты. Техо. Есть шанс, что там зуббиди вырастет до 13. Какой-то он на моей железной дороге сюда приехал. Так, мы как-нибудь эту фигню вообще убьем. Ну, блин. Здесь у меня кведук не будет грабить. Так, рыцарь тут добегает. Ну, в общем, следующим ходом, если ничего мне тут не помешает, то я Александрополис беру. Конечно, мучает меня вопрос, оставлять или не оставлять этот город. Интересно, у него, конечно, здесь тоннель сделаны больше нигде. А, нет, вот. Слушайте, ну вот это соображает компьютер, вы посмотрите. Может, мне тогда тоже махенджи дару, когда я захвачу здесь где-то тоннель? Рыцарь поста или... Пока не соображу, как мне лучше тоннель делать. Давайте, наверное, где-то здесь рыцаря подержу. Чтобы тут ПТ-команды у нас какие-то грозные ходят. Есть археолог, наконец-то. Так, тут что-то я залочил. Надо убрать вот это. Так, у меня 450 науки. У следующего за мной на 120 меньше. По техам... Ну, я просто вот уверен, что... Ну, Александр, я прям 100% уверен, что он в дальней связи. Что очень тупо. Симон Боливар... Ну, Симона Боливара вообще в два раза меньше науки, как у Рима. Но Симон Боливар и Рим, особенно Рим, вообще мог в композиты выйти. Блин, все-таки надо как-то решить с этой Александрополисом, что тут по Ресам. Вообще ничего нету. Ну, просто если я его удалю, то очень тяжело на Александрию будет нападать. Это, мне кажется, его стоит оставить. Так, археолог. Пригород, жилье, военный лагерь, развлечения. Ничего из этого не надо. Ну, давайте, наверное, центр вещания. Так, тут Кайперы сделали, выкупаем Рокфеллера. Ну, следующий тип. Ну, дипломатическая видимость тоже приятная, конечно, штука. Но Рокфеллер мне точно больше нужен был. Держим Кайперы в тылу. Наверное, следовательские гранты. Я же вот тут буду держать. Мне сложно объяснить, чего я сейчас жду с Махенджи Даро, но мне точно... Я бы, я, наверное, скорее хочу, чтобы Махенджи Даро сам дрался пока с Римом. Возможно, когда он мне перейдет, тут восстановятся стены. Я не знаю, как это будет работать. Потому что тут, видите, у него нету этих современных укреплений, а у меня есть. Просто сейчас мне с Махенджи Даро делать нечего вообще абсолютно. Никто не посылает в Махенджи Даро пока ничего. Жалко, я не вижу территорию. Возможно, кто-то там пытается отбить, захватить. Центр вещания построен. Может, мне немножко, наоборот, фестивальной театральной площади поделать? Смотрите, у меня 6-7 ходов идеологии, потом 6 ходов коммунизма. Мне бы коммунизм побыстрее. Вот я по культуре точно сильно отстаю. Видите, все в эпохе атома. Вот здесь. А я еще даже... Хотя, какие они правительства приняли? Античная республика до сих пор. Ну, фашизм... Македонский фашизм это классика, как и греческий. Как и римский. Как и монгольский. Ребята, я против фашистов. Все против фашистов, кроме астеков, которые в античной республике по какой-то непонятной причине. Хотя они тоже здесь. Фашисты против... Грузины против фашистов будет называться эта серия, 100%. Опять я перестал быть аншана. Да, напоминаю, что в Махенджи Даро у нас алюминий. Подожди, сейчас я хочу проверить. Фак, а я сейчас алюминия лишусь. Вот в чем проблема. А много тут еще осталось до затопления? Так, мне точно нужны вот здесь военные инженеры. И вот все-таки надо присоединять Махенджи Даро. И строить плотину, потому что иначе у меня минус 2 алюминия. А где? Тут вообще где-нибудь еще алюминий возможен? Ёлки-палки. А вот тут... Вот у меня проблемы... Да, у меня точно рядом больше нету алюминий. Локопан. А как мне тлокопан захватить с другой стороны? Авианосцами? И он же отваливаться будет. Вот это я тоже не особо... Да, мне надо Махенджи Даро присоединять и... Блин, вот это он тут поставил фигульку, которая мешаться будет. Смотри, соображает компьютер все-таки, как мешать влезть. Ладно, пока все равно город обстреливаем. Так, теперь... Используем Рокфеллера. У меня все только следующим ходом появится. Не могу пока апнуть в танк, я так понимаю. Да, тут еще и дороги нету. Ну ладно. Минус культура. Катя не восстановилась. Клетка. Сразу начинаю с плотины. 40 ходов. 40 ходов. Тут вообще производства нет. Черт. Очень я сомневаюсь, что мы можем успеть. Видите, у меня уже плюс ноль. У меня этого пока хватит, хотя бы 4 бомбардировщика. Даже когда они потеряют силу, я еще смогу... Чего он тут не мешался мне. Продолжаем в Тбилиси. Так. Аншан надо возвращать. Я, наверное, даже сразу два отправлю. Собственно, осталось 3 города-государства. Причем один из которых я не собираюсь все зеренить. 50 науки за каждого рожеского шпиона, захваченного или убитого этой цивилизации. Ну а сидит шпион в Тбилиси уже сколько ходов и так никого не поймал пока что. Вообще рабочих тут вот все улучшить. А вот и был пойман шпион. Рокет-сайенс был мифологизмом, все из-за пропорции к их правилам. Так, космопорт. Ну это после строительства бомбардировщика. Теперь пошли в расщепление ядра такие. А показать, как будет путь идти, не надо. Не понял. Почему? Вот как путь в Аншан идет? Фиг знает, я понял. Так, а вот тут вообще есть вопрос. Нет, рыцарь все-таки забирает город. Но мог и убиться от него. Но, наверное, все-таки оставлю Александрополис. Нет, там тренировка. При нефти у меня всего. Надо думать, куда ее использовать. Нет, вот видимо умрет население. Блин, бомбарды... Может мне расформировать бомбарды? Ну я точно не буду артой пользоваться. У меня нету нефти. А содержание тратить на бомбарды... Давайте, наверное, буду удалять. Четыре золота в ход. Вассалов они тоже уже не дают. Так, мне-то надо с этой артой разобраться. Тут Мохенджи Даро может и упасть. Да и на что мне следующее? Атаковать сетью? Вот сетью я бы точно удалил. Центр коммерции ставит. Чтобы Гонконг тут... Решение. Ну Рим же еще, наверное, приведет, я думаю. Блин, что-то как-то сложновато стало, ребят. Отсутствие урана и алюминия. Городвара покупаю. Кампус. А не промышленную или зону лучше. Тут все по плюс одному. Понятно, что акведук еще при этом. Так, ну вот эти клетки, наверное, Гонконгу все-таки не нужны. Поэтому давайте промышленную зону начну. Вот сюда. Так, давайте рабочих. Тут вот надо все обрабатывать. Улучшать. Так, третий бомбардировщик. Еще не скоро. Стоят они там явно где-то под 3000. Истребитель 280. Вот мне, наверное, стоит истребитель один купить. Убилиси недовольство. Убилиси недовольство. Переброшу в Махенджи-Даро. Я тут заюзаю над горой. Плюс мне нужны здесь где-то... Тоннели. Я, кстати, не уверен, смогу ли я здесь тоннель построить. Типа, это не моя территория? Даст ли мне игра тут тоннель построить? О, отступает Рим. Так, Александрополис осажден. Во-первых, апнуть вот этих ребят. Не, блин, мне надо истребитель купить. ПТ-команду, в первую очередь, убиваю, потому что она тут самая сильная. Видите, они атакуют этот город. Блин, может, убьет, я надеюсь. Чуть-чуть, ладно, надо добивать. Я бы так уровень дал самолету. Блин, 41. Затопление, 5 ходов. Ты чё, ну, блин, вроде должны успеть вот на такой скорости. Вроде должны успеть. Пожалуйста, давайте не будут ловить моего шпиона. Блин, полностью прокачанный шпион. Вон, даже с развязательным... В общем, не надо было развязательное управление ставить. Это вообще бред против компа. Надо всегда хижину магистра, чтобы за веру покупать юниты. Так, археологический музей. У нас есть вообще тут ещё где-то недалеко археологические хоть что-то? Наверное, нет, поэтому художественные. Давайте. Дефициты. Да, у меня ещё и с углём. Но вообще одинаково уже, 12-12. Потому что я карточку поставил. Мы скорее бы коммунизм открыть. Мне коммунизм очень сильно поможет. Ещё главное... Ну, вообще, наверное, нормально, что запретили мазутную. Так бы я нефть тратил. Так. Истребитель надо купить. Теперь надо деньги на ап рыцаря в танке. Да, блин. А, там окат купили. Ладно, окат, пофигу. Ой, как здорово будет, если они все сейчас согласятся. Ну, хотя, выглядит так, что Александрополус можно отбить, вообще-то. А, жаль, не принято. Всё-таки жаль, что не принято. Было бы посложнее, они бы попёрли на меня. Александр голосовал за Горго и Троян. Не знаю, почему Троян так. Я не понимаю. Блин. Милитаристская держава рядом со мной. Он так, так сейфово что-то вот в этой игре. Блин, далеко. Ладно, придётся Махенджи Даро перебрасывать. Так, на сколько он ускорит? На восемь. То есть мне надо ещё 4 заряда, в принципе. Ну, нормально, слушайте, должно хватить, ребзя. Жалко, дороги нет. У меня, наверное, какой-то хоть караван надо отправить отсюда. Блин, мне надо выйти, конечно, ещё апнуть. Чтобы города сильнее стреляли, но денег нет. Но вы держитесь. По-больше силу города сделать. Так, и ремонт внешних укреплений давайте после монумента. Отпло. Отпло. Универсу к диди лаба. 480. С коммунизмом будет в районе 600. Но здесь проблема в том, что я не могу улететь. Мне нужно захватывать. А без урана и... Алюминия я это сделать не могу. Так, стоп. А, блин, это несчастье. Думаю, что-то меня сюда посылает, а... Что-то не построилась промышленная зона. Наконец-то эпоха атома. Уже так давно золотой век. Бонус соседства коммерции гавани. Ну, кстати... Кстати, рационализм 50 дает, а этот 30... Ну, я бы пока не ставил, потому что мне все еще нужен... Хотя, вот мы же вместо треугольной торговли, наверное, имеет смысл пятилетний план таки. А сюда... Народное ополчение. Или скидка на улучшение юнитов. Блин. Ну, и на версии нет. Ммм, блин. Сколько, ладно, сколько там стоит... Если хватит наполовину снизить... А мне не хватит, тогда не будем ставить. Значит, опять же... Пятилетний план. И... Народное ополчение пока. Все еще есть пульс паровой машины. Шпион им, наверное, обосновывается. Ну, и что-то шанс низковат, не нравится. Туризм точно мы не будем... Ну, пульс паровой машины продолжаем, короче. Вот теперь у нас еще и компуса еще двойной, наконец-то. Я прошлый не ставил двойной вообще. Кстати, а мы отсюда можем... Сможем потом прямо к столице перебираться. Так, давайте сначала задействуем истребитель. Так, а как мне его так задействовать, чтобы столицу я видел? Десять, а почему он над горами не может быть задействовать? Что это за город? Что вот это за говно город? Ммм, блин. Я боюсь, отсюда он не будет столицу видеть. Черт. Блин, я Александрию не достаю. Надо было перебрасывать в Александрополис. И оттуда вот тут было поставить, наверное. Ну, я поатакую Метоне, но мне это... Не в радость. Завершен мой космопорт. Строим. Чтобы открыть всю карту и видеть, где столицы. Есть канцелярия. Ну, нам один космопорт достаточно. Угольная нам тут не нужна. Давайте, наверное, танчики построим. Нам три танка... Ну, два танка построить. Один можно вон рыцаря апнуть. На танк у нас деньги будут. Ну и три танка нам надо для ускорения современных танков. Центр вещания. Аквапарк. Ну, наверное, тоже танк здесь. Второй. Получается. А, не, не. Подождите. У нас там в каком-то городе... Лян тут. Тут давайте лучше... Строителя. Тут я бы шпиона делал, а танк я бы в горе делал. После художественного музея. Ну, тут второй по производству город после столицы. Ну, здесь, наверное, следовательские гранты продолжу. Кинус люди есть. Но этого мы пропустим ученого. Вообще нам ни в пять, ни в десять. И королёв нам тоже ни в пять, ни в десять. И ни в двенадцать, и ни в семнадцать. А что у нас? У Аккада какие ресурсы вообще? Нет никаких стратегических. Нет. У Ашаншана тоже нет. И у Магадиша... Тоже нет. И у Магадиша вообще никто ничего не отправляет. Это Каншан периодически пытаются... Блин! Слушайте, ну он же... Затопится когда вообще? При подъеме Юра и моря территория будет затоплена первой. То есть, походу, через два хода вот эта фигня будет по-любому затоплена. Вот это... Жопа. Блин, а что делать? Ну, вообще непонятно, кстати. Так, ну я, возможно, следующим ходом коммунизм открою. Вот, если... Сука там, фестиваль мне выдаст. Если ты продолжаешь с этой нуклеарной рейсой, то все, что ты сделаешь, это сделать рубль. 21 ход. Ну, блин, если сейчас затопит алюминий без возможности восстановления, то тут вообще бессмысленно будет дамбу строить. Давайте я всякий случай, все равно поставлю дальше делаться. У меня каждый ход минус четыре алюминия. У меня алюминия на восемь ходов, да? А я город никак не могу этот увидеть. Да блин. Это, наверное, этот бомбардир... Вообще, в Мохенджи Дару не могу переставить. Не понял. Серьезно, а почему в Мохенджи Дару? Потому что тут инженер? Ну, мне надо видео сетью обстреливать. Просто потому что у меня пока нету других целей. Я не понимаю, почему я не могу... Ну, вот здесь современное укрепление. В городе. Хм. Так, а где... А истребитель мне можно выбрать? Вообще, прикол какой-то. Так, попробуем через юниты. Только вот так смог истребитель выбрать, представляете? Так, это вот пропускаем, парня. Тут мы можем, наконец, собрать тематический бонус. Древний, древний, древний. Античность, античность, античность. Не можем. Ну что? Со временем атомной подлодки рано. Я думаю, давайте в танки пойдем. Это я не могу ускорить. Я там нигде, кстати, тихи не ворую. Нет. Ну, тут, наверное, шпиона. Да. Ну, вот проблема отсутствия урана, потому что я что-то не могу себе представить, как это. То есть мне человекоподобные роботы нужны, как минимум. Ну, хорошо, пела. Пела так захватывается. Мне надо вообще все столицы увидеть. Я даже не вижу столицы. Каракорум. Ну, Каракорум... Не знаю. Никак. Мне надо высаживать робота и к его центру идти. Улунди. Ну, опять же, надо территорию увидеть. Тут явно столица ацтека где-то близко от побережья, в принципе. Ну, опять же, без ядерной ракеты. Ну, богату мы видим. О, слушайте, тут кумана падает. А, там Рим занимается... Я понял. Да, блин, всех схватили. Представляю, на построенный разведывательное управление, которое понижает шанс того, что схватят ваши юниты. Просто бред. Блин, а как мне здесь выбирать истребитель? Вот... Как-то они так сделали управление вообще. Все, подвину. Увидел Александрию. Работаем по Александрии. Александрии все еще... Стены Возрождения защищают от самолетов. Да, все. Минус алюминий. Да... Так. Я просто не знаю, как тут без алюминия действовать. Давайте искать. Ну, есть. Вот лакопан попробовать захватить. Так, вот этот алюминий к какому городу относится? К Риму. Хм, а может Рим тогда? Сейчас сетью захватим из сети и на Рим. Но вообще 108 это больно. А у меня через 8 ходов снизится сила юнитов. Кроме того, мне в эту сторону надо... Потому что тут уран. Уран точно важнее, чем алюминий. Прям 100%. Так, ну здесь я могу еще какими-нибудь кораблями попробовать. А уран этот не утопнет, кстати. Блин. О, ребята! Какая жопа! Я не знаю, что делать теперь. По той простой причине я не успею никак захватить до того, как это утопнет. А еще уран где-то так находится, что... Ну вот как бы и до этого не добраться. Тут не удержать по лояльности. Лук-дунум. То есть так получилось, что два ресурса урана, до которых я могу добиться... А, подождите, может мы еще не всю территорию увидим, но... У нас 14 ходов еще будем строить. Черт! Блин, а что делать-то? М? Че делать-то? Ну, точно есть устремление золотого века, которое дает робота и уран, да? Предположим. Но я просто роботом... Что я могу просто роботом сделать? Черт. Шьерт побьери. Тут уже бессмысленно строить дамбу, потому что... Вот то, что можно было затопить, оно затоплено. Все. Поэтому просто удаляем. Вот тут бы я всяких этих понаделывал. Горных тоннелей здесь... Можно сделать. И, наверное, здесь... Ладно, запустим спутник. Когда откроем всю землю, тогда и станет более-менее понятно... Что с ресурсами. Может, я пока только вижу столько ресурсов. Ну, вообще... Победа... Военная победа начинает выглядеть проблематично. Я даже уже не хочу сам своих шпионов строить. Потому что их захватывают. Ну, хорошо. Я вот... Я пока построю, у меня весь мой алюминий закончится. И как мне захватывать города там, где... Там, где есть, например, алюминий или уран. Коллективизм, слушайте. Или рационализм сначала. Давайте, наверное, все-таки рационализм. Коллективизм тоже, конечно, круто выглядит. Но у меня, в принципе, города-то уже выросли, сколько мне надо. Что сюда? Снизить недовольство от войны. Скидка на улучшение юнитов. Производство тяжелой кавалерии всех. Я там танчики строю. Морских юнитов. Наверное, все-таки, блин. Ладно, на танчики поставлю. Так, все остальное стоит. Может, уже убрать один шпион. У меня там, по-моему, два шпиона. Один у меня сидит. Поэтому, наверное... А с другой стороны, что тут из этого поставить? Торговую конфедерацию. 40 монет. Ну, вообще можно. Ладно, давайте 40 монет. Так, капну танчик. Потому что нам три танка надо. Ну и что, надо следующим ходом захватывать. А как мне тут пройти? И надо... Где-то вот так проехать. Получается, и отсюда, с этой стороны, через тоннели прокрасться. Во прикол. Так, хочу проверить, могу ли я здесь. Нет. Видите, на чужой территории не могу... Не могу тоннели строить. Так, ладно, вперед пока поведу этого инженера. Ну, можно уходить отсюда. Что нам под сетью подставляться? Так, здесь вот эту еще одну... Ну, не буду. Абрабазию тут шахту. Гавань не... Не работает все еще. Сандрополис, амбар. Стены построены. Ну, давайте продуктовый рынок, чтобы рос город. Очень тяжелая территория. Что там? Вначале вы, небось, писали, что... Вот, я в лайтовых условиях. А сейчас-то условия, что я не могу... Пролезть. Так, давайте охрану природы. Натуралиста. Сделаем, да и послы. Ну вот, видите, вот эта карточка мне никак не поможет. У меня просто нету ресурса алюминия, в принципе. Так, с Андреем, следующим ходом надо обязательно брать. Чтобы была возможность дальше идти. Александра, мне кажется, надо вообще всего забирать, пока у меня самолеты работают. Так, ну что, как тут... Танк может пролезть. Танк может пролезть. Отлично. Александрия падает. Так. Ну, обстреляю метони. Метони вообще, наверное, уничтожил. Или юниты вообще лучше обстреливать ему. О, есть алюми... Ээээ... Уголь. Отлично. Еще захвачен строительство сразу. Не обработан уголь. Это вообще нормально? Боже, какой Александрия классный город. Тут лошади, селитра, уголь. Так, хоть электричество начнет прибывать. Вот сюда, наверное, поставлю истребитель, чтобы побольше засвечивать. Истребитель, чтобы побольше засвечивать. Да. Тут неожиданная проблема. Видите, вылезли проблемы со совсем неожиданной стороны. Никто не ожидал отсутствия ресурсов. Пригород, аквапарк... Ничего из этого не хочу. Статую свободы. Нет, давайте торговцы. Это как раз новые... Новые города добавились. Можно торговцев построить. О, наука. Так, ну 7 ходов до 13 жить, так что, наверное, все-таки театралку мы тут построим в итоге. Что не может не радовать. Тут бы железную дорогу провести, но вот... Что-то как-то... Македонец не очень к этому относится. Блин, 100 и 105 силы. Неужели он все-таки... Нет, до сих пор не открыл современные укрепления. Вот это он, конечно, дает. Композиты продвинули. Это три танчика. Я, собственно, в них и пойду, и потом апнусь в них. Нефть, нефть, уран, нефть, ничего. Блин, а надо ли мне метоне заниматься? Может сосредоточиться, а до пела не долетает. А тут долетает. Блин, пела или халкидики? А вот эти два папелли работают. А тот дальний по метоне. Вообще без стен. Блин, не добежал. Черт. Так, ну три танка мне пока достаточно, я думаю. Я их даже не буду в корпуса объединять. Наверное, тут имеет смысл проект Манхэттен строить. Центр вещей. Мне в культуре куда-то надо спешить? По-моему, нет. По-моему, нет. Поэтому проект Манхэттен. Чтоб просто был уже к этому моменту. Если у нас уран вообще появится. Я не знаю, у меня по ощущению, мои города очень медленно клетки присоединяют в этой игре. Как-то вот так получилось. Там по великим людям. О, линкор с углем. Я, кстати, этот линкор уберу. Ну, чтобы у меня просто был дополнительный источник угля. Так, торговец. Ну, тут я не могу. Там вот торговец на губную помаду. Это прикольный. Просто у меня нету центра коммерции, поэтому не могу ничего сделать. Так, ну, давайте куда-нибудь сюда его сразу перекинем. Очень нормальное перемещение. А, ну, эти в шенгете. Может, там меньше шанс, что поймают. И еще один танчик. Дыр-дыр-дыр. Так, пока пропускаю ход. Мне надо уголь там обработать. А мешается линейный пехотинец Александра. Что-то пытается даже отбивать город. Ну, он сейчас убился об город этим линейным пехотинцем. Так что даже в плюс. Так, Александрей отваливается потихоньку, да? Шесть с половиной. Ну, это терпимо. О, как тут оказалась ПТ-команда. Нам надо Метони захватить Пелу. Ну, Александрия не должна успеть, пока у меня... Четыре хода есть на это дело. Ну, Пелу, я думаю, я точно успею. Я бы еще Халкидики успеть. Тут больше крупных городов не видно, чтобы у Александра были. Да, вообще я проспал. Вот то, что у меня алюминий уходит. Это я реально проспал. Надо было быстрее Махенжи Даро. Захватывать не хватит, да, наверное? Ладно, на следующем ходом Метони захватим. Атаковать ПТ-команду больно будет. До этого флотоводца возьму. Используем сразу. Но линкор удалим. Но уголь останется в ход. Сейчас мы опять начнем накапливать уголь, что очень здорово. Кстати, можно крабов обрабатывать. В Зугдиде. О, смотрите, все растаяло. Кстати, я могу уже флот объединить. Могу, но... Смысла в этом пока нету. Где-то прется Археал. Ну куда? Я уже вроде же все собрал. Куда вот он прется? Что... Все ему куда-то надо. Ставлю тут пусковую шахту на будущее. Черт, меня поражает, что игра не переносит нас к истребителю. Каждый ход истребитель надо руками выбирать, если он вот... Ну, в активной фазе. Надо выбирать руками обязательно. Так, торговцы сделали. Ну, продолжаю. Северические гранты. Когда там заберут этого? 24 хода. Да. Ну вот, проблемка. Я сейчас очень быстро открою и... И роботов. И... Там термояд. Но я не могу использовать. Я не могу использовать это все. Вар и воздух. Стоит ли мне натуралиста сделать? Кстати, вот за того, что здесь тоннель... Вот тут мог быть бы заповедник, но из-за тоннеля уже не будет. Блин, и вот здесь, наверное, не будет. Черт. Это я немножко залажал. Ладно, давайте я куплю кого-нибудь одного натуралиста. Попробуем сделать. Но вообще выглядит, что негде. Так, этот город мы разрушаем. Еще, как можно было сюда город поставить? Поразительно. Так, как у нас тут отваливание? Минус 6,4. Мне больно. Ну, берем, я тут шахты поставлю. Зачем мне тут фермы на... На селитре? Ладно, давайте я на крабов. Блин, куда? Надо посмотреть вообще, куда он пытается все этим археологам добраться. Вторую серию подряд. Минус 735 науки. Ребята отстают немерено. Если бы вы не хотели... Если бы вам не надоела постоянная научная победа, я бы уже тут победил. Но вот как сейчас побеждать военные победы, я сейчас не представляю пока что. Кстати, дает удовольствие. Давайте, наверное, сюда пойдем. Лыжные курорты строить с такими горами. Все-таки довольство дает. Так, я бы купил натуралиста. Проверить, где у нас тут получится... Национальный парк бахнуть. Захватил рабочего. ПТ-команды. Молодец. Так, сколько стоит апнуть в современный танк? 410. Ну, наверное, надо. А все-таки, почему я не могу переместить самолеты в Мохенджи-Даро? В Мохенджи-Даро. Ну, я вообще нету даже предположения. Во все города могу. Может, типа, на холме. Но я в другие города, которые на холме, вполне могу отправлять. Так, давайте думать. Давайте проверим. Вот так, если сделаем. Да, не ставится, потому что горный тоннель. Так, какие у нас еще варианты могут быть? Кстати, вот здесь может поставиться... Подождите. Три... А, блин. Пожди, кают хай, и можно это все... Эту отдать, и эту клетку купить. Вот тут точно поставится сейчас. Угу. Вот на этой клетке надо находиться. Хорошо. Лазеры-спутники. Реактивный... О, может, я успею еще в реактивный бомбардировку? Да нет, не должен успеть, блин. Через вход уже закончится алюминий. Да и денег вроде нет на ап. Ну, тогда этого, наверное, апну в современный танк. Уголь не накапливается, кстати. Не знаю, потому что я еще один обработал и еще с этого взял. Не хватает на все электричество. Давайте, Катя, глянем, где не хватает. В Александрии. Ну, а в Гонконге просто нечего электричеством обрабатывать. Но до Александрии, может быть, просто не доходит энергии еще. Тоже есть вариант такой. Космопорт, аквапарк. Кстати, а может здесь аквапарк сделать? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О! Давайте-ка мы в Хашуре сделаем аквапарк вот здесь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, до Махинжа Даро никак он не дотянется. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, нормально. Еще такой тройничок из районов друг на дружку влияющих. Пять ходов до театралочки. Блин, все-таки перекупил кто-то Макадиша. Четырнадцать послов был. А, захватили. Сорян. Тогда ладно. Ну, это... Смотрите, смотрите, как у меня сразу... Как у меня сразу не стало денег. Кайф? Кайф. Пелла, слава богу, захватывается. Вот халкидики я не успею захватить до того момента, как я начну терять силу в юниках. Пелла, я даже уничтожить не могу, это столица. Сколько вообще городов еще, Александра? Ого. Шесть штук. Зашибись, блин. Я думал, хоть немножко будет уголь накапливаться, чтобы мне дорогу провести. Ну фиг вам. Слушай, разве раньше инженеры не умели и обычные дороги проводить или они только железные проводят? О, зато тут, смотрите, чудес нам накапало. Биг Бен, дворец Потала и Тиминанки. Тиминанки вообще бесполезны в моем случае, я так понимаю. Но дворец Потала и Биг Бен, это дополнительные карточки. Так. Что добавим? Бои на ваш селье не дают усталость. Не интересно, не интересно. Городу Союзнику или Вассальному городу 2002 производства. Ну, в моем случае как-то так себе. Да и четыре влияния тоже. Треугольная торговля. Коллективизм. Наверное, бонусы Центра коммерции и гавани надо поставить, потому что это будет еще и производство к морским городам. Что сюда? Ну, опять шпионам бессмысленно. На другом континенте бессмысленно. Еще послов. Ну, давайте, видимо. Ну, тоже немножко тупо. Так. Ну, теперь у меня возникает вопрос, надо ли мне в Александрию 5,4, 9,6. Ну, тут, несомненно, халкидики очень сильно влияют. Может, попробовать все грабить? А зачем? Я и так лидирую. О, тут рурка, кстати. Вообще, построена в городе без производства. Офигеть. Давайте сбились и отправлю. Да. Камень, камень. Пошли ремонтировать. Знаешь, что теперь с деньгами делать? Которых нет. Блин, еще так долго до спутников. Интересно, а космопорт вообще, кто кроме меня строит? Компьютер понимает, что тут нету? Да. Зулус. Ну, это то, что я вижу. Возможно, где-то я не вижу. Там, например, на территории Рима где-то есть еще. Что-то прикол. А я ошибся, не построив здание на покупку юнитов за веру. В этом была ошибка. Это был космоп... Кампусы уже не нужны. Возьмем мастерская, а потом морской порт. У меня достаточно науки, я опережаю в два раза. Второго участника, но тут уже не наука нужна. Тут нужны ресурсы, а где их взять? Вообще ничего не видать. Так, торговца могу еще одного сделать, кстати. Ну, ладно, получится ли у меня найти ресурсы для победы? Я думаю, что мы уже в следующей серии, окей. Посмотрим. Вы посмотрите. Да, вот это тяжелая ситуация. Что-то я вот даже как-то не предполагал, что может такое быть. И как тут побеждать военно без урана? Я себе не очень представляю. Уран вот здесь уже у топ. Ну, опять же, ладно. Давайте надеяться на то, что запуск спутника нам что-то откроет. И тут появятся какие-то варианты. Потому что, например, мы же можем еще... Так, а что у нас с нефтью, кстати? У нас есть какая-нибудь нефть? Потому что там все остальные юниты будут требовать нефть. Важные. То есть, есть ли у Александра... Вот я его захватываю. Так, ну, тут хотя бы нефть есть, да? Три нефти у меня тоже есть. Чикалька. Тут, конечно, у Ацтека нефтью бы завались. Да, но я сейчас не понимаю, что мне дальше делать. Ну, посмотрим в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.